Всем привет! Продолжаем изучать Феникс и сегодня предлагаю коснуться ЭКТО. ЭКТО, ЭКТО, ЭКТО. То есть механизм, с помощью которого мы взаимодействуем с базой данных. Что такое ЭКТО и из чего он состоит? В принципе основные моменты мы уже знаем, поэтому совсем по базовым вещам я проходиться не буду. Рассмотрим некие дополнительные вещи, которые нам нужны будут, по крайней мере на первых порах, основные. А именно это транзакции, это взаимосвязи, как мы делаем запросы, более сложные, чем те, которые мы до сего момента делали. Так, что такое ЭКТО? Сначала идем на главную страничку и смотрим, что такое ЭКТО. ЭКТО, во-первых, это у нас механизм подображения какой-то даты в эликсир формат, в стракте. Первое. Второе. ЭКТО у нас состоит из, или разделено на четыре основных компонента. Репозиторий, схема, чейсет, квери. Квери это запросы. Как пишутся запросы непосредственно. Чейсет мы уже рассматривали, поэтому особо здесь говорить и нечего. Больше-то нужно смотреть конкретно, что вам нужно. Общая идея, что это механизм валидации. То есть к вам пришли какие-то данные из внешнего мира, и вы хотите их сохранять в базу данных. Но прежде чем сохранять, мы обычно делаем какие-то валидации. И у нас предоставляется следующая, не самая обычная абстракция. Особенно, если вы только начинаете с эликсиром. Затем вы уже настолько к нему привыкаете, что даже можно не мыслить. Потому что весьма, на самом-то деле, удобный механизм. Но немного необычный. Схема. Схема это, собственно, вот вы отображаете данные в стракт. Почему я говорю данные? Потому что вектор может работать не только с базовыми данных, но обычно это база данных, но и с другими источниками данных. И репозиторий. Репозиторий, repo, это, по сути дела, из себя представляет OTP-приложение, с помощью которого мы осуществляем запросы, апдейт, дострой к тем записям, тем данным, которым мы хотим. Репозиторий, как здесь написано, нужен адаптер и права для коммуникации с базой данных. Как я уже сказал, это репозиторий, это у нас OTP-приложение, нам нужно его настроить. Мы настраивали, просто передавая некие конфиги по соединению с базой данных. Это первый момент. Второй момент. Нам нужен был зарегистрировать модуль, в котором мы используем use repo. Это похоже на use gen-server. И здесь нам нужно просто передать адаптер. И третий момент, поскольку это у нас OTP-приложение, и мы его, в принципе, можно запускать через обычный старт-линк, но мы хотим, чтобы у нас это дело кто-то фиксил ошибки, сбои, поэтому мы его запускаем под каким-нибудь супервайзером. В Phoenix это обстоит следующим образом. Вот наш файл application, где, собственно, мы стартуем наше приложение. И одним из ребенков у нас это репозиторий. Ripa, 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 помимо endpoint. Ну, собственно, вот. Теперь дальше поехали. Что я сделал, чтобы экспериментировать. Я создал серию миграций, где просто создается таблица, таблица, еще одно. Внешний ключ мы описываем, а primary ключ по дефолту мы не описываем. Пока рассмотрим простой вариант, как работать со своими ключами. Рассмотрим в другом видео. И также, также я показываю, что мы можем явно использовать SQL-запросы. То есть, execute, просто пишите SQL-ный код. Я заполнил предварительными данными. Вторая миграция. Я изменяю нашу таблицу. То есть, там был create table и имя таблицы. Здесь alter table. Есть еще drop table. Но drop table тоже не очень популярная операция. Значит, alter table, то есть, я удаляю столбец, добавляю столбец, создаю индекс. И снова поправляю данные. И третья миграция просто решила сделать еще одно, чтобы показать, что мы можем сохранить более сложные структуры данных. Так, map. Но она хранится у нас будет именно как... Стринга. Ой, зелая. Именно как стринга. Так, сделали. Теперь мы... Что мы обычно делаем? Мы пользовались механизмом схемы. Схемы, схемы, схемы. Где мы отображали табличные данные в стракт структуру. То есть, вот этот макросхема, по сути дела, порождал нам стракт. Порождал нам стракт вот с этими полями. Поскольку я создал связанные таблицы, то есть, персон и карты. Мне нужно отобразить эту взаимосвязь каким-то образом. Взаимосвязь отображается через следующее макросы. Это belongs to. Со стороны кара, то есть, кому кара конкретно принадлежит. Он принадлежит... У нас... Я создал персон. А со стороны персон у нас has money. То есть, персон имеет множество машин. А каждая машина принадлежит конкретному юзеру. То есть, со стороны кара мы пишем belongs to, затем имя таблицы и модуль. Здесь has, имя таблицы и модуль. Есть более сложные вещи, более сложные вещи. Так, где у меня схема? Вот. Вот наша схема. Вот, many to many, has to many. I've embedded. Ладно, мне пока это не очень нравится, поэтому я не хочу пока касаться embedded. То есть, некая встроенная структура данных. Ой. Некая встроенная структура данных. То есть, допустим, у нас есть класс person, у него есть поле адрес. И адрес может состоять из нескольких строк. По идее, там, city, улица и так далее. И вот, может, через embedded это дело использовать. Ладно, но в другой раз как-нибудь посмотрим. То есть, вот отображается таким образом связи. Связи один к одному, один ко многим, многим к многим. Такой традиционный паттерн. Я базу данных уже заполнил некими дефолтными значениями. Вот. Это у меня car. И вот у меня person. Давайте немного побалуемся. И проинспектируем дополнительные возможности. На схеме и чинсете я, в принципе, заострять особо внимания не хочу. Мы уже смотрели, разберем именно запросы. Как осуществляются запросы. Для запросов у нас есть, во-первых, высокое уровне абстракция. Это мы используем ripple. Mix, but, ой. X, X, but. Так, alias, X, 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 это repo. Так, repo all. То есть, вот, некие, некие высокоролевневые вещи. Просто берем репозиторий и говорим, что мы хотим. Что мы хотим. Допустим, я хочу всех из класса user. Ой, из класса person. X, 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 просто я передавал по факту имя модуля. И все, больше мне ничего не нужно было делать. Ну, и, собственно, вот, я получал список. Здесь еще к нам всегда пишется тип запроса, который был выполнен в базу данных. Время. Ну, собственно, вот. Возвращался мне ответ. Причем здесь что я хочу еще подчеркнуть. То есть, помимо того, что это некая высокоуровневая вещь, некая высокоуровневая вещь, в наши вот эти кары, наши ассоциации, они не подгружаются. Они не подгружаются автоматически. С одной стороны, это удобство. Это удобство, если наши ассоциации тяжелые. То есть, когда там реально большие списки, и когда вы тягиваете, вы, допустим, тысячу каких-нибудь строк, и они связаны еще с чем-то, то это будет преимущество. Но если тысяча, вот этот строк просто добавляет небольшие связи, например, one-to-one или one-to-many, но мы знаем, что там связей обычно очень мало, то мы хотели бы, чтобы была призагрузка. Здесь нам нужно использовать дополнительный метод. и через атом мы указываем имя связи. По сути дела, у нас связано с таблицей кар, но мы, собственно, и делаем. И вуаля. Теперь более такой широкий запрос. Как мы видим, кар теперь подключился. У первого юзера у нас одна машина, у второго юзера три машины, у третьего юзера пустой список. Пустой список. Ну, собственно, вот таким образом мы можем, значит, осуществлять прилог от ассоциаций. Теперь давайте я достану юзера третьего. персон и свяжу его с какой-нибудь новой машиной. Тем самым мы проинспектируем, каким образом мы осуществляем связь в базе данных и каким образом затем мы осуществляем сохранение данной связи. Немного необычный синтаксис, поэтому и уделяем его внимание. Значит, для начала я хочу достать ripa get by значит, а ex это person где id у меня три. Так, отлично. Вот мой person. Вот мой person. Я хочу создать новую машину car x А, у меня x 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 Добавляем custom-marketing и max-speed, 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 что там было, там у меня max-speed, ну пусть будет вот такая вот фантастическая скорость. Зарегистрировали. Теперь я хочу связать, я хочу связать и сохранить. Допустим, car-asoc, я назову car-asoc. Для этого что я буду делать? Я беру модуль acta, пользуюсь там методом build-asoc, построю ассоциацию. Чем я хочу связать? Я хочу связать персона, я передаю person, затем я передаю имя таблицы, по сути дела, ну и вернее имя поля, имя поля, car, 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 car. И затем я передаю непосредственно car, который я связываю. То есть я хочу вот к этому персону подвязать вот этого кара. То есть вот к этой, вот к этой, вот к этому полю. Ну и собственно, вот мы и получили. Мы и получили. Вот, person.id, видите, person.id. Тут был nil, а теперь person.id 3. То есть мы связали, мы связали, мы подвязали car, мы подвязали car. person.id. То есть свяжи, person, car, по сути дела, то есть у кого внешний ключ? У cara. У кого нет? Кто владелец person, по сути дела? То есть мы вот сюда вот связь. Конец. В принципе, вы можете здесь передать не только готовую сущность, но и конкретные параметры. Например, name, то есть здесь Keyword List обычный, допустим, давайте я Audi передам и MaxSpeed, допустим, 1.1.1. То есть вы можете передавать третьим параметрам не только уже готовую сущность, но и передать параметры и связать. А затем у вас формируется вот этот кар, поскольку вы указываете вот вторым параметрам, чем вы конкретно связываете, вернее, что у вас формируется в ответе. И нам остается только сохранять. repo, insert и давайте я вот этот кар, ассо, то есть первый параметр, вот этот вот создам, сохраню. Ну и, собственно, мы видим, произошла вставка. Произошла вставка, произошла вставка со связью. Вернулся ответ в виде тупла окей и ассоциация. То есть вот таким образом мы строим связи. Таким образом мы взаимосвязываем две сущности внешним ключом и затем мы их сохраняем. Не самая привычная запись, но привыкнем. Если я хочу теперь достать, 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 достать. Давайте я вам напишу. repo get by x-acto-car. Значит так. Здесь у меня какой идейщик? Одейщик пятый. Значит, id 5. Id 5. И я хочу сделать preload, чтобы у меня user, ой, person сохранился. Значит, preload, 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 person, так и даю, preload, вот так и передаю person. person, person, так и здесь я, походу, я ошибся. Клупая ошибка. Пайплайн неправильно перенаписан, но зато вот, 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 вот. То есть вот мой кар и сразу связался он с конкретным person. С конкретным person. Ну и в базе данных давайте заглянем. То есть вот Aston Martin. Связался вот с нашим Джеймсом. Это взаимосвязи, да? Таким образом мы рисуем. То есть если нам нужно, допустим, юзер делает какой-нибудь пост, 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 да? И... Или коммент, и мы хотим взаимосвязи вот эту вот определить. Теперь мы знаем как. То есть build a sock. Build a sock. Все эти методы, методы вот эти build a sock, build a sock, они находятся у нас в главном модуле, в главном методе. Вот build a sock. Build a sock. Хорошо. С этим вроде как разобрались. Теперь давайте с более интересной вещью разберемся, разберемся... Вернее, продолжим разбираться с репозиторием. Мы начали уже говорить, что репозиторий, вот сам репозиторий, вот это ripple.get.find, то есть... это некая высокоуровневая вещь, но... которая позволяет использовать и более низкоуровневые вещи, в частности. давайте... Давайте... Давайте, давайте сделаем, знаете, что... Опустим на самую низкоуровневую вещь, а самая низкоуровневая вещь какая у нас, это непосредственно искалилить код. Ripple, query, репо-квери, и select, select, все поля, from, так. И вот, такой вот у нас ответ возвращается в виде атома, а второй некий, некий результат. Колонки, last-insert, количество записей и записей. То есть это самый такой низкоуровневый подход, который у нас есть. И сравнить его вот с этим подходом. ripo-all, здесь мы просто передаем имя модуля. Вот, все то же самое, но сразу преобразованный тот строк, в котором мы непосредственно взаимодействуем. Это, скажем так, на двух полюсах. На двух полюсах. Между ними вклинивается еще одна вещь, это query. Query, query, query. import это query, правильно написано, да, правильно. Так, вот именно с помощью query мы можем использовать так называемый DSL язык. Так называемый DSL язык. который очень-очень похож на тот язык, который непосредственно используется когда мы пишем из query. То есть, вот, смотрите, query, и мы описываем язык. А потом мы просто передаем в наш репозиторий wall и просто выполняем query. Давайте напишем что-то похожее. Query1 значит так, from c это car in x ecta car и затем напишем в max speed только здесь минусы, конечно, . max speed больше допустим 33 и нужно указать select что я хочу выбрать, что я хочу выбрать, что я хочу выбрать, я хочу, допустим, выбрать только имена а, здесь вот каким образом, окей, значит, c.name вот у меня зарегистрировался запрос, теперь я его хочу использовать как repo.o и просто передаю query1 ну и вот мне вернулся список список готовых готовых ответов и вот этих вот запросов запросов вы можете их делать более сложными более сложными например давайте так сделаем count то есть посчитаем count count c max speed и avg хотя нет давайте ладно пусть будет count c max так speed зарегистрировали и давайте снова выполним записи у нас 5 по сути дела где присутствует max speed и среднее значение 318 318 где мы можем посмотреть вообще какие функции мы можем воспользоваться здесь нам нужно посмотреть query ap query ap query ap и собственно вот все функции которые мы можем использовать когда мы создаем query то есть count средняя сумма минимум с датой воспользоваться с фрагментами обычные операторы сравнения с какими-то саконными функциями еще есть то есть все очень-очень похоже как вы пишете реально в SQL и собственно если мы начнем приглядываться вот этот DSL язык он выглядит как обычный SQL как обычный SQL то есть from where select здесь вот еще интерполяция и кастинг то есть если вы хотите передавать конкретные значения в ваш запрос здесь надо вот эту шапочку ставить так что тут еще сказать нил компарейшн в сравнении с нулем фильтра то есть фильтр сайт where is запрещено и возвращает ошибку то есть имейте ввиду вы должны сюда передавать что-то ну подготовительно проверять еще интересная особенность смотрите когда мы используем SQL да в принципе мы же там использовали запросы под запросы и здесь также есть возможность композиции то есть мы пишем первый запрос вставляем его сюда и затем используем вот второй то есть по сути дела когда же мы писали вот эти различные SQL мы очень часто используем запрос запрос под запросе и здесь то же самое мы можем комбинировать давайте напишем что-нибудь похоже значит так select 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 name и c max speed это первый запрос А query2 это from, допустим, я, давайте, извините, отличное имя создам от того, которое в первом запросе C1, in query1, select C. Немного глупо, но я просто покажу идею. Так. Интерполяция. Ой, ладно, они начнут вот таким образом. Хорошо. Что я неправильно делаю? А, все, понял. Так, only one select is not in query. То есть я этот select должен вот этот удалить. Хорошо. Понятно теперь. Значит, регистрируем. Значит, вот этот selector в первом не должно быть, а во втором он может быть. Отлично, зарегистрировали. И теперь мы repo all и query2. Ну, собственно, вот тоже самое получили. То есть Ferrari. Ferrari неправильно написал. Ладно. Так, композиция есть. Композиция есть. Так, это все пока неинтересно, 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 неинтересно. Так, что интересным должно было быть-то быть. Еще о чем бы я хотел в этом небольшом видео поговорить о транзакциях. О транзакциях, транзакциях, транзакциях. В принципе, здесь достаточно просто. То есть вот, смотрите, my repo transaction и просто внутри выполняете функцию. А в ней, в ней непосредственно вы описываете все, что вы хотите сделать. Все, что вы хотите сделать. То, что вы хотите, чтобы у вас было как единым блоком. В принципе, ничего сложного. Transaction, Fn. Если вам нужны разные уровни изоляции, я нашел здесь вот такой вот прием. То есть мы объявляем вот снова repo transaction, определяем функцию. И первым-первым параметром мы определяем уровень изоляции. И затем описываем те функции, которые мы непосредственно можем написать. Статью оставлю. Можете почитать. И еще об одной вещи перед тем, как все это закончить. Все это закончить. Потому что здесь, в принципе, даже рассказывать-то нечего. Нужно смотреть конкретно ваши функции. А вот, кстати, есть агрегаты. Агрегаты это... То есть это опять более высокого уровня подход. То есть мы вот написали, скажем так, на среднем уровне подходе. Где я писал count. То есть когда я использовал query. Query, query, query. Причем... Да, когда я писал query. А здесь уже более высокого уровня. Просто мы пишем aggregate. Модуль и что мы хотим посчитать. Но я хотел немножечко еще одно сказать. Это так называемые оффсеты. Поскольку они нам часто нужны. Часто нужны где у нас оффсеты? Они у нас в этих query. Query, query, query. Оффсеты где? Вот оффсеты. То есть, когда мы используем какую-нибудь погенацию, погенацию, нам же нужно вытягивать данное окном. Так? И вот стандартная такая функция. Это fromPostLimit. То есть возьми 4 на... Ну, 10. Get all post on page for. Ну да, здесь по лимиту 10 и офсет 10. То есть еще важная функция, которая нам нужна... Которая нам часто нужна, когда мы вытягиваем из базы данных что-нибудь для погенации или для Infinity Loop. Для Infinity Loop. То есть какие-то данные... Удобный механизм. То есть делать как запросы. Ну и стандартные всякие группаи есть. Группаи. Прилоты. Я сказал. Объединение. Where. Так. Ордер Бай. Ну в принципе... В принципе... Так. О мульте мы поговорим в следующий раз. Чуть более сложных таких вещах. На этом я, пожалуй, закончу. Значит так. Посидите вот здесь. В query API посмотрите непосредственно на какие запросы вы можете осуществлять. Осуществлять. Используем мы это дело в query. То есть вот те операции, которые нам доступны. Все очень-очень похоже. Здесь где-то еще был пример джоина. Так он, по-моему, на главной странице. Так. Давайте я найду. Это у нас change-set, query, select, связи. Вот. А, пример джоина. То есть это inner join классический. Вы связываетесь по внешнему ключу. Ну, и здесь прописывается ассоциация. И носок. Ну, и preload здесь еще показывает tags. А вот чтобы таски, таски, чтобы они выполнялись, да? Нам нужно mix config repo. Чтобы таски выполнялись через консоль. Ну, пожалуй, пожалуй, на этом все. То есть, а с миграцией мы умеем, с кем мы умеем. Change-set мы уже знали. У нас есть три уровня взаимодействия, построения запросов. Это высокоуровни, где мы используем репозиторий. Репозиторий и его высокоуровневые запросы. У нас есть низкий уровень, то есть мы можем прямо писать SQL-ный запрос. И у нас есть некое промежуточное состояние, когда нам нужны более сложные запросы. Мы с помощью экта-квери формируем запрос. Формируем запрос. Если нам нужны транзакции, мы используем repo-transactional и весь код, который мы хотим в транзакции, помещаем в вот эту функцию. Естественно, здесь может быть не только работа, которая относится к базе данных. Все это у нас выполняется как одно целое. Так. В принципе, документация очень клевая, очень классная. Все подробно описано. То, что вас интересует, вы найдете без проблем. Еще я нашел весьма интересные чит-шиты, где показано, скажем так, человек сделал какую-то сборку наиболее популярных решений. Которые часто. Правда, я не знаю, какой версии и как, насколько стары это. Но ссылку все же, пожалуй, я оставлю. И вот на это тоже. То есть здесь такая популярная вещь. Популярная вещь. А, кстати, вот еще типа. О, я еще, кстати, не... Я мапы-то создал. Мапы-то создал. Так, где я мапы-то создал? Давайте я... Вот, джоб. Давайте я добавлю джоб. Просто покажу, каким образом это у меня все сохраняется. И на этом закончу. Значит, так, мне нужно зарегистрировать новое персона. Person1. Так, ex. 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 Кто? Person. Так, name. Анна. Так. Celery. 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 33. И... Так, здесь... Мне нужно передать мап, который у меня связан с полем джоб. И мы передаем прямо мапу. Мапу, какую давайте передадим. Допустим, мы передадим следующую мапу. Ну, давайте я не хочу думать, реально. И, допустим, назначение вот такое еще будет. Так, ошибочка где-то. SyntaxErrorBefore... А, это же у меня мапа. Тогда они правы. Отличия зарегистрировали персон. И теперь я хочу repo. Insert. P1. Так, ответ вернулся. И вот. Вот таким образом. То есть, по сути дела, в формате JSON. По сути дела, в формате JSON. И если мы посмотрим тип, то тип будет текст. То есть, я использую, кстати, MySQL напоминаю. Вот тип у меня здесь текст. Я не знаю, насколько эффективно работает... Работать будет выборка. Выборка сравнения, то есть запросы. На первый взгляд, по мне, это не самое удачное и не самое эффективное сохранение. Пожалуй, вот на этом я и закончу. Первое касание. В следующий раз посмотрим какие-нибудь более сложные вещи. С внешними ключами, с мультилайнами и так далее. Изучаем Fenix, изучаем Ecto. See you next time.